Вот уже почти год, как родители 17-летней Марии Лоховой платят за учебу своей дочери, несмотря на ее инвалидность. По закону, таким как Марии, положено бесплатное обучение, а по факту за обучение приходится платить по полной программе. И это при том, что в учебном заведении, где учится девушка, бюджетные места есть, но попасть в заветные списки ей так и не удалось. Мария Лохова студентка фармацевтического колледжа при ВГУ. Девушка признается, что свое призвание она выбрала сама. Есть у Марии и вполне реальная мечта, кем она видит себя в будущем. Мама Марии Светлана Алексеевна рассказывает, что диагноз по инвалидности у дочери усугубила школьная травма, полученная на уроке физкультуры. И так получилось, что она, видимо, не успела укрыться, и ей очень хорошо ударили со всей силы мечом, не в височную часть, а в волосяную вот здесь вот часть. Она на время даже потеряла сознание. Это с детства. У нас у папы тоже тугоухость, и он по ней тоже инвалид, помимо того, что он сердечник, он еще инвалид по слуху. По словам Светланы Лоховой, именно этот случай спровоцировал болезнь дочери. Вот смотрите, вот ходят часы, да, вот они хоть как-то, но ходят, да, понимаете, но когда их уронишь, они уже перестают ходить. Вот у нас то же самое произошло. Вроде шатка-валка, мы как-то слышали немножко, где-то как-то мы старались, но когда вот этот случай, у нас, как говорится, выбил нас полностью из колеи. Лежала несколько раз в больнице после этого удара. Мы восстанавливались, очень долго восстанавливали, и до сих пор у нее это. Нам дали группы. Сегодня семья Лоховых ютится втроем на 18 метрах. Сюда, в комнату общежития, они переехали 11 лет назад из солнечного Узбекистана. Там уже национализм пошло, все это такое, дела, переворот, все вот это вот. Ну, мы решили поехать, потому что у нас выбора не было никакого, знакомых не было, родственников тоже. Между тем, комната в общежитии обходится семье весьма приличную сумму. Мы очень дорого платим за это общежитие. Вы не думайте, что оно такое маленькое, а оплата идет по 6 тысяч зимой и 5 тысяч летом. Мы вот мучаемся, мыкаемся, не знаю, ни зарплаты нормальной, ничего нет. У меня вот пенсии инвалидные, там 7-8 тысяч платят на эти деньги. Как прожить? Я не знаю, тяжело очень. Я удивляюсь, у вас метраж такой маленький, 18 квадратов на троих. Вот мы мучаемся, ни воздуха нет, ничего в этих метрах. Больше у нас никакого жилья нет. Когда-то Светлана работала художником, но сейчас об этом пришлось забыть. Любимое дело в Воронеже доход не приносит. Фигурки из глины Лохова раздает друзьям. Да и надежда улучшить свои жилищные условия пока остается несбыточной, несмотря на все старания. Ну, мы вот встали как малообеспеченная семья, малоимущая. Ну, насколько вероятно получение жилья, это уже от государства зависит. У нас есть статус, ну, как бы, ну, быстрее получить жилье, потому что у нас инвалид, два инвалида в семье. Ну, я не знаю, как это будет продолжаться. Сегодня родители Марии Лоховой платят за ее учебу в колледже ежемесячно 6500. И это при том, что по закону дети-инвалиды имеют право на бесплатное обучение. 181 закон, 19 статья, гласит о том, что вот дети-инвалиды должны получать любое образование бесплатно. Вот только на деле все оказалось почему-то по-другому. Я не понимаю, почему с инвалидой деньги брать можно. Если она не может, мы не можем заработать нормально, не можем заплатить. Если бы у нас были деньги, средства, ладно, можно заплатить, я бы сам отдал. Но тут, понимаете, нет работы постоянно и нет заработка. По словам родителей, формальным поводом отказать бесплатное обучение Марии со стороны учебного заведения стала формулировка о том, что на тот момент, когда девушка поступала, в фармацевтическом колледже от ВГУ не было положения, что детей-инвалидов принимают вне конкурса. Мотивирует тем, что у нее не хватило баллов. Ноль с чем-то там баллов не хватило, там очень десятые тысячные там эти баллы. Но это неправда, потому что ребенок-инвалид, он идет вне конкурса аттестатов. В тот год, когда она поступала, там ни одного инвалида не поступило на ее отделение. Она была единственной. И даже по квоте ее могли принять в этот колледж. Что любопытно, на тот момент в колледже было 15 бюджетных мест, но для Марии Лоховой там места не нашлось. В общем, в этой истории больше вопросов, чем ответов. Семья Лоховых за помощью обратилась в одно из местных изданий. Но и после публикации ровным счетом ничего не изменилось. Между тем, в колледже нам ответили, что готовы рассмотреть вариант перевода девушки на бесплатное обучение, если там появятся свободные места. Вот только желающие освободить бюджетные места вряд ли найдутся.